Метрофон уже мечтительный, представляющий правительство, Ольга Юрьевна Головьевича. Здравствуйте. Мы сегодня собрались, чтобы проводить в последний путь Иосифа Давыдовича Кобзова. Это человек эпохи. И не случайно сегодня огромная очередь, которая уже несколько часов стоит сюда, в Золчаковского, для того, чтобы попрощаться с Сульском Давыдовичем. Действительно, Иосиф Давыдович пошел в мировую историю культуры своим мастерством, своим талантом. И он вошел в часть жизни многих людей. И те, кто сегодня приходят, те, кто сегодня скорбят, они отдают дать самым светлым воспоминаниям и самой светлой памяти, которая связана с Сульском Давыдовичем. Трудно представить нашу жизнь без песен, без его голоса. Каждый в этом зале может на минуточку задуматься, и вы слышите, как поэт Иосиф Давыдович. Он был уникальным человеком, он был очень неравнодушен. Все, что он делал, он делал абсолютно искренне, от сердца, делал от своей души. И он не был равнодушным ни к чему, ни к своему творчеству, ни к каждому своему концерту, ни к жизни других людей. Он действительно очень часто звонил, обращался, говорит, вы только, Юрий, вот здесь не так, вот здесь нужно помочь людям. И очень многие люди сегодня, вспоминая Иосифа Давыдовича, говорят именно об этой стране, о его великой душе. Сегодня мне действительно хочется сказать слова соболезнования, но и огромной признательности Нелли Михайловны и всей семье. Потому что без такой серьезной поддержки, поддержка подарила нам несколько лет хорошей, творческой жизни Иосифа Давыдовича. Мы действительно отмечали юбилей, мы действительно были зрителями нескольких потрясающих концертов. И творческое долголетие, оно было возможно благодаря совершенно невозможной любви со стороны семьи. Иосиф Давыдович навсегда останется в нашей памяти, в наших сердцах. Он навсегда войдет в историю мировой песенной культуры. Мы всегда будем вас помнить, вы будете живы в своих детях, в своих учениках, в своих друзьях и в своих продолжателях. Пусть земля вам будет ухом. Вечная память. Я уже говорил о том, что сегодня об уходе из Иосифа Давыдовича во всех странах мира. И одно из его любимых странах было в Болгарии, Петер Шкирков. Я только вчера из Болгарии прилетел и хочу сказать, что все болгарские народы, весь болгарский народ очень скорбит. И мне передали, что любовь к Болгарии и Иосифа ни один певец его завоевал так, как завоевал он. Пусть на твоей бумагине земля будет пухом. Спасибо, Иосиф Давыдович, за все, что ты сделал. Министр культуры Российской Федерации Владимир Минишкин. Дорогая Мария Викторовна, Андрей, Наташа, родные, близкие, уважаемые друзья. Иосиф Давыдович Кобзон – это образец. Вообще, само слово «Кобзон» звучит как символ классикой русской песни. Знаете, такой как титул, почетное звание, принадлежащее эксклюзивно одному человеку. Кобзон. Но Иосиф Давыдович был не просто исполнителем, не просто выдающимся артистом. Он был образцом и как гражданином. Мы помним и многочасовые концерты в Афганистане. И он первым пошел в Нордус и постоянно латался в Донбасс, на свою родину. И всей своей жизнью старался показать, что вот жила бы страна родная, и нету других забот. Просто образец жизни. Просто образец мужественного, настоящего отношения. Столько лет очень тяжелой борьбы с болезнью. Постоянная работа, постоянные поездки, постоянные гастроли, постоянные люди. Всем оказывал помощь. Каждому стремился получше. Все к нему обращались. Ни одну просьбу он не оставлял без внимания. Ходил по кабинету, пробивал, добивался, решал, помогал людям. Мне кажется, что он, знаете, по такому дурью, как Кобзон, мог бы мечтать хорошо. Потому что он никогда никого не оставлял без поддержки. Очень тяжело сейчас прощаться с Вячеславовым выдачем. Эти люди уходят, а песня остается с человеком. Мне кажется, что Вячеславовым выдачем навсегда остается с нами. Светлая память, пусть земля будет. Андрей и Андреющий, как же он? Мой отец прожил совершенную жизнь, безупреченную жизнь. Он был много тем, но в первую очередь, конечно, был артистом. Был великий артист. Сегодня нам оказали огромную честь лучшие люди в нашей стране. Президент, премьер, мэр. И стану перечислять огромное спасибо Вячеславу Викторовичу Володину за его помощь. Я ценила. Но я хочу сказать другое. Самое главное для моего отца была любовь к зрителям. Была поддержка зрителей. Были аплодисменты. Были крикки «Браво!», когда зал встал. Я думаю, что, может быть, это какие-то традиции нарушат. Но я знаю, что сегодня присутствуют великие артисты. Алла Борисовна. Гори Лепс. Александр Малин. Простите мое волнение. Я не буду всех перечислять. Вы всех видели. Я попрошу вас. Кто может, давайте встаем. Поаплодируем вас в последний раз. И кричим его право. Спасибо. 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 Спасибо.